Добрый день, коллеги! В данном видео я продемонстрирую, как использовать виброскребок-скрапер при болях в шее, в случае, если у нас будь то гипертонус, будь то триггерная точка, будь то миофасциальный болевой синдром. Для начала следует подготовить кадры. Предварительно можете их слегка размять руками и нанести крем, вазелин, либо оливковое масло. Пациент спозиционирован сидя с легким наклоном головы вперед. Далее начинаем прорабатывать ткани мелкоамплитудными движениями на первом режиме температуры, это 40 градусов, по направлению к ближайшему лимфатическому узлу, который в данном случае находится у нас в районе подмышки. Проработка тканей при помощи виброблейда будет поделена на три этапа. Первый, когда пациент у нас зафиксирован в нейтральном положении. Далее, когда пациент зафиксирован таким образом, что ткани у нас растянуты. И на третьем этапе мы будем прорабатывать ткани в процессе движения, в процессе мобилизации тканей друг по отношению друг к другу. Между каждым из этапов, пожалуйста, уделяйте от минуты до двух для легкого лимфодренажного массажа. Скраппер имеет три режима температуры – 40, 45 и 50 градусов. Поэтому в процессе проработки тканей, по мере прохождения в глубину ткани, вы можете регулировать также и температуру поверхности скраппера. Степень давления на скраппер, а также температуру его поверхности постоянно согласовываете с пациентом. Это не должно вызывать у него сильных болей. Также в процессе работы остерегайтесь проявления петехи и гематом на коже пациента. Это будет свидетельствовать о том, что пробрались достаточно глубоко в ткани и нанесли травму. Эргономичный дизайн инструмента позволяет использовать его как одной рукой, так и обеими. Что, кстати, достаточно удобно в случае, если вы захотите сделать самомассаж. Зарядки скраппера хватает примерно на два часа, а для очистки используйте самые простые спортовые салфетки. С вами был Коломитц Павел. Спасибо за просмотр.